Винтокрылая машина, которая потерпела катастрофу в Татарстане, это Белл-407, многоцелевой универсальный вертолет. Он широко используется для частных и деловых полетов, а также в коммерческих пассажирских перевозках. Выпускается в США с 1996 года и прочно занял нишу не только в гражданской, но и в военной авиации. Легкое воздушное судно применяют для частных перелетов и в специальных операциях. В России Белл-407 можно купить в зависимости от комплектации по цене от 4 миллионов долларов. Вертолет зарекомендовал себя как очень надежный. Несмотря на это, авиапроисшествия с его участием в нашей стране уже были и не раз. 22 марта 2012 года воздушное судно рухнуло в Волгу под Нижним Новгородом, погубив пилота. После крушения машину долго не могли достать из-под воды спасатели. Еще одна громкая катастрофа Белл-407 произошла 10 мая 2009 года в Иркутской области. Тогда на территории Прибайкальского государственного национального парка разбился вертолет с губернатором Иркутской области Игорем Есиповским, первым заместителем председателя правительства области Михаилом Штонды, охранником Александром Шостаком и пилотом Виктором Куновым. Все четверо погибли, когда вертолет задел дерево. Продолжение следует...